МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коль, ты сегодня какой-то невыспавшись. Ты вообще хорошо спишь? Ты знаешь, совесть моя чиста, поэтому сплю я долго и крепко. Ну, ты счастливый парень, потому что, если верить интернету, 40% населения мучается бессонницей. Это, конечно, проблема. А вот за парня отдельное спасибо. А по поводу сна давай обсудим это прямо сейчас. С удовольствием. Я Николай Пивненко, и я ем мясо. А я Юлия Кривопустова, и я отказалась от мяса. В эфире программа «Зебра». Коль, мне кажется, тема сна – это извечная тема, как любовь и расставание. Ну да, и между ними сон как раз. Да, и актуально для всех и всегда. Я пригласила специально для тебя врача-сомнолога Алену Гаврилову. Алена, здравствуйте. Здравствуйте, Алена. Проходите, пожалуйста. Ален, у меня первый вопрос, это бывает редко, когда у меня первый вопрос. Я, признаться честно, про специалистов-сомнологов узнала три недели назад, был форум посвящен здоровью, да, и мне очень было интересно, я столько нового узнала. Кто такие сомнологи? Сомнолог – это специалист, который занимается диагностикой и лечением расстройств сна. То есть у нас достаточно много врачей, которые лечат, так скажем, состояние болезней, которые преимущественно днем у человека, но только сомнологи занимаются тем, что происходит с человеком ночью. И много людей обращаются? Достаточно много. У нас Центр медицины сна уже существует 20 лет, и, в общем-то, мы постоянно имеем пациентов на приеме. Ну, это в основном ваши пациенты люди в возрасте? На самом деле очень разный контингент, то есть это и молодые люди, и возрастные люди. Единственное, что есть некоторые, может быть, различия, потому что расстройства сна, они же разные. Есть, я так выражусь, органические расстройства сна, и есть расстройства сна, не имеющие под собой какой-то органической основы. То есть молодой контингент преимущественно имеет неорганические расстройства, то есть это бессонницы, которые обусловлены стрессовыми ситуациями. Ну, в общем-то, мы все люди, живущие в мегаполисе, испытывают избыточные нагрузки психоэмоциональные. А контингент людей, которые постарше, они уже преимущественно имеют какие-то органические расстройства, будь то остановки дыхания во сне или периодические движения нижних конечностей, которые не позволяют, опять же, спать, болевые синдромы различные и, в принципе, расстройства, которые связаны уже с какими-то заболеваниями. Ну, вот давайте мы разбираться будем по частям, потому что прежде всего это вечная проблема, сколько человек должен спать. Вот у меня так получается на сегодняшний день, что в лучшем случае я сплю 4-5 часов, а потом меня, может быть, где-то днем еще минут 40 добираю. А я слышал, что две версии с нормального сна – 8 часов и 7. Вот верны ли эти версии или можно как-то сон разбивать, то есть добрать эти 8 часов за несколько заходов. А у меня тогда к вам встречный вопрос. Вы всегда так спали в этом режиме? Нет, конечно. Я вообще, во-первых, сова жуткая, и поэтому сейчас просто работа меня заставляет вставать в 5 утра, а лечь я раньше 12 никак не могу. Скажем так, когда вам не нужно было вставать в 5 утра, сколько часов вы спали? Ну, я мог спать и все 10. И все 10? Да. Но это редко было. Но 10 – это уже, я так понимаю, редко, и не так, чтобы это была необходимость повседневно спать 10 часов. Да. Сколько нужно было, чтобы выспаться каждый день? Ну, я так не считал. Наверное, вот стандарт 8 часов. Где-то 8 часов. То есть сейчас вы находитесь действительно в дефиците сна? В дефиците. Потому что потребность по времени, сколько человеку спать, она индивидуальна. Это как размер руки, ноги, носа, да, рост и прочее. Есть какие-то среднестатистические параметры. И в целом это где-то действительно 7-8 часов сюда попадает основная масса людей, даже от 6 до 8. Есть люди коротко спящие, им нужно меньше 6 часов. То есть есть люди, которые высыпаются за 4 часа, за 5 часов, например. А что теперь за 30 минут высыпался? Высыпался он или нет, это еще вопрос. Но короткий сон есть такое понятие, когда человек может за короткое время вдруг пережить весь сон. Есть короткий сон и есть даже микросон, когда это совсем вот буквально несколько минут, да, там 2. И это может помочь? Да, когда идет так называемая депривация сна, то есть недостаток сна, люди спят именно такими кусочками микросном, коротким. То есть когда... И это может как-то спасти ситуацию, да? Да. То есть фактически человек едет, например, в общественном транспорте или делает что-то не требующее внимания постоянного. Мозг его просто отключается, он может даже этого не замечать. На такие короткие промежутки. Кстати, вот сон – это всегда положение лежа, храп, я не знаю, там и видение снов? Или это какое-то просто такое состояние, вот вы, как говорите, человек такой в анабиозик небольшой впадает, от мира отключается. Это тоже сон или это разные вещи? Это сон. То есть фактически, как вы говорите, лежит, храпит и прочее – это уже патология сна, да? Храп – это можно рассматривать как болезнь. Вот. А человек может спать и сидя, не обязательно лежать, и даже стоя. То есть, например, военные действия, да, вот когда-то были, люди, мне когда было спать. И они ходили, солдаты шли друг к другу привязаны для того, чтобы если кто-то уснул, то они продолжали идти так же. Я помню, мы на ремнях бегали, когда вот так два ремня держишь, и третьего, самого слабенького мы тащили на ремнях. Ален, скажите, вот сейчас мы обросли огромным количеством гаджетов, да, и многие гаджеты находятся с нами в комнате. Телефоны, компьютеры, айпады, и приходят постоянно сообщения на мессенджер. Да, мы отключаем их, но посреди ночи все равно может быть свет от этих приборов, да, в окнах фонари. Насколько это может вредить хорошему, здоровому сну? Это действительно может вредить. И есть такое понятие, как гигиена спальни. И когда мы об этом говорим, мы всегда упоминаем, что все такие гаджеты должны быть, должны находиться, так скажем, за пределами спальни. То есть либо они не должны быть, они должны быть в таком режиме, чтобы они не светились, там, не звенели ночью, либо их просто не должно быть. Потому что даже и перед тем, как мы засыпаем, то есть мы ложимся в постель, нежелательно их использовать. Во-первых, это светящийся экран. Это блики, да, которые влияют на структуру сна. То есть это сам по себе свет, который снижает синтез мелатонина, гормона, участвующего в регуляции цикла сон-бодрствования и в первую очередь обеспечивающего засыпание. Поэтому телевизоры, телефоны, планшеты, все это подальше. А скажите, вот вы сказали про гигиену спальни. А что еще входит в гигиену спальни? Гигиена спальни – это в целом то, как организовано пространство для сна. То есть это удобная кровать, удобный матрас, подушка, постельное белье, которое приятно к телу и обеспечивает нормальное дыхание для кожи. Это темнота, то есть использование штор, которые не пропускают тот же самый свет от фонарей. Это исключение звуков. То есть либо хорошие стеклопакеты, чтобы было тихо, либо беруши, если, например, сосед или соседка по кровати храпит, или там, не знаю, маленький ребенок, что-то такое. То есть все вот эти вот, казалось бы, простые вещи, но тем не менее те вещи, которые напрямую влияют на качество нашего сна. А насколько вредно засыпать под музыку? Я вот, допустим, засыпаю, ну, под такой релакс музыку, но тем не менее. Под релаксирующую музыку засыпать не вредно. И более того, это даже одна из рекомендаций, которую мы применяем, когда, ну, общаемся с людьми с бессонницей. Не все могут, опять же, заснуть под какую-либо музыку. Кому-то лучше полная тишина, а для кого-то звуки, например, воды, шелест листьев. Часы. Часы, да, то есть что-то такое монотонное. Они могут помочь, наоборот, уснуть. Это можно использовать. А вот надо считать, там, собак, кого там считают, овец, не надо считать. Одна овца, две овцы, три овцы, четыре. Это, наоборот, больше активирует счетный центр, и то есть вы вот думаете об этом. А как, что тогда надо делать, чтобы заснуть? Чтобы заснуть, можно, например, медитировать, можно дышать, да, то есть есть техники диафрагмального дыхания, то есть постараться расслабиться. Если засыпать мешают, например, мысли или планы. Ой, да, роятся. Да, вот роятся планы, обдумывание каких-то действий, то их лучше перенести на бумагу, да, то есть написать так, вот это, вот это, вот это, вы это там уже оставили, дальше вы пошли спать. Понятно. А вот скажите, пожалуйста, сейчас будет очень странное сравнение, сразу же предупреждаю, чтобы оно вас не шокировало, но мне кажется, что эти два момента очень похожи. Вот когда человека привозят на кладбище, его надо положить, голова в одну сторону, ноги в другую сторону, не дай бог ошибиться. И говорят, что примерно так же надо правильно устанавливать кровать в доме. Голова в какую-то одну сторону света, ноги в другую, да. По фэншую. Вот этот фэншую, он действительно работает, и как, что, надо приходить с компасом, куда должна голова лежать, куда ноги? Вы знаете, на самом деле, научных работ, которые бы это подтвердили, просто не было. То есть куда поставили, туда и... Куда поставили, там и спим. Единственное, нужно, конечно, учитывать, чтобы, если, опять же, нет хороших штор, которые изолируют от света, то вот здесь нужно учесть, куда будет ваша голова. Желательно самый темный угол. Понятно. И еще сейчас один такой вопросик, знаменитый человек по фамилии и по имени Уинстер Черчилль, даже в самые сложные дни войны, когда там Великобританию бомбили и все остальное, он всегда спал днем один час. И никто его не мог в этот момент разбудить, даже Иосиф Виссарионович. То есть сон ночной, нужно ли человеку взрослому, понимаем, что дети, детский садик и так далее, взрослому человеку находить время для дневного сна? На самом деле большинству взрослых людей более приемлемо спать двухфазно. То есть первая фаза – это большой период сна, длительный период сна ночной и короткий сон днем. То есть вот тот самый час, да. Но другой вопрос, что не всегда... 7 плюс 1? 5 плюс 1, 7 плюс 1, 6 плюс 1. То есть это зависит от того, сколько часов человеку нужно для сна, как мы с вами обсудили, это индивидуальная вещь, да. И исходя из этого уже будет складываться сколько плюс сколько. Кто-то может спать, допустим, 4 часа ночью и 15 минут днем. Ему это будет достаточно и комфортно. А вот сова и жаворнок – это правда существует или это придуманные нами истории и можно переделать себя. Это действительно существует, но скорректировать это можно. То есть фактически это наши биологические часы, внутренние биоритмы, и они регулируются как раз таки гормоном мелатонином, который синтезируется, да, у нас в головном мозге. Но мы можем это скорректировать, если на то будет необходимость. То есть четкое соблюдение режима сна обеспечивает, в принципе, нормальное существование в социуме. Потому что, допустим, человек-сова, вот как вы, вы вынуждены вставать в 5 утра, потому что вот социально так нужно, вы должны встать на работу. Поэтому для вас оптимально постепенно сместить время отхода ко сну, то есть когда вы ложитесь спать, и увеличить продолжительность сна до ваших 7-8 часов. И вы к этому адаптируетесь и сможете самостоятельно, даже без будильника, вставать нормально в 5 часов. Еще один вопрос, и потом Юле передадим эстафету. Еще одного политического лидера вспомнил на этот раз нашего, Леонида Ильича Брежнева, который в конце, в финале своей жизни, одна, как говорят, из проблем, почему он ушел из жизни, это всевозможное количество снотворных. То есть сначала человек употребляет махонькую таблеточку, а потом целую горсть, и говорят, что на заседаниях президента Верховного Совета полчаса они обсуждали, кто какие таблетки пьет, чтобы уснуть. Вот на сегодняшний день действительно помогают эти лекарственные средства для того, чтобы человек уснуть, и нужно ли их применять? На самом деле, конечно, есть снотворные препараты, их достаточно много, и они применяются, но, так скажем, основная наша задача, наоборот, эти препараты не назначить. Потому что бессонница, при которой они используются, это же не сама по себе болезнь, это симптом. То есть, допустим, приходит человек к врачу и говорит, а у меня повышение температуры. Что должен сделать врач, выяснить причину. То есть, не дайте сразу таблетку аспирина, она пусть снижается, а подумайте, а почему оно так. То же самое здесь. То есть, у бессонницы есть причины, их нужно выяснить и воздействовать конкретно на эти причины. Да, иногда назначаются снотворные препараты, но, как правило, это либо короткий курс, то есть, там, не знаю, 7-10 дней максимум до месяца, либо... Чтобы не было привыкания. Да, потому что к снотворным действительно развивается привыкание. Как вы сказали сначала, маленькое таблетка, потом побольше, потом 2 таблетки и далее, понарастающие. Эффект от применения, как правило, уходит. Как назначаются препараты? Если ситуация хроническая, да, есть такие люди, которые годами страдают от бессонницы и не всегда удается выяснить причину, либо ее скорректировать. В таком варианте допускается применение снотворных препаратов 2 раза в неделю. То есть, это тот режим, который позволяет не вызвать привыкания, сохранить эффект от препарата. То есть, человек сам определяет, когда у него самые тяжелые ночи. Например, у него завтра планируется какое-то серьезное мероприятие. Он беспокоится, тревога нарастает, уснуть не может. Есть потребность выпить препарат. Если все спокойно в обычном режиме, значит, он не пьет препараты. Алена, а у меня знаете, какой вопрос? Мы сейчас живем в достаточно динамичном мире, да, и люди в будни-дни спят немного. Ну, многие, да, по 5-7 часов, а то и меньше. И отсыпаются выходные, наверстывая по 10-12 часов. Это не вредно для организма? Это вредно для организма. Это фактически равноценно перелету на несколько часовых поясов. То есть, каждую неделю мы устраиваем себе вот такое смещение, съездили, слетали куда-то на отдых и вернулись обратно. Поэтому наш организм вынужден постоянно адаптироваться к этим изменениям. И поэтому получается так, что выходные отоспались, дальше дня 3 организм адаптируется к новому режиму, когда мы в понедельник начинаем. А потом мы опять отсыпаемся. И он вот все время в такой качке. То есть, система должна быть одинаковая? Оптимально, да. То есть, есть такое понятие, как режим сна и бодрствования, да. То есть, нужно вставать в одно время и ложиться в одно время, исключая вот такие длительные пересыпы. Вернее, отсыпания выходные. Если этого не получается избежать, то, в принципе, есть препараты, ну, те же самые препараты мелатонина, которые используются для улучшения адаптации организма. То есть, в течение, начиная с ночи воскресенья, воскресенье, понедельник, вторник, можно использовать эти препараты для того, чтобы быстро сместить время засыпания к прежнему. Главное проснуться, потому что будильники еще работают. А еще, скажите, вот я, допустим, не закрываю шторы на ночь. Ну, мне не мешает это. Ну, да, есть фонари за окном, но я сплю отлично. Но не мешает ли это выработке мелатонина как раз? В целом, на самом деле, если свет яркий, то он может снижать синтез мелатонина. С другой стороны, если вам это не мешает, то есть сам по себе мелатонин, он в основном действительно, его даже так называют ворота в сон. То есть он обеспечивает процесс засыпания. Если вы засыпаете нормально, то конкретно для вас, я считаю, что страшного ничего нет. Хорошо. Тогда вот такой еще интересный вопрос. Я много раз с этим сталкивался. Ну, один из финальных уже бывает. Когда ты не спишь там по рабочим делам довольно долго, ты устал очень сильно, ну, безумно. Кажется, что ты сейчас присядешь и сразу же утонешь во сне. Ты приходишь домой, и завтра, например, никуда не торопиться, не нужно ничего. И ты ложишься, и ты не можешь уснуть еще хуже, чем, ну, да, как клин-клином почему-то. Почему это происходит? Как себя заставить? Потому что перенапряжение. Это уже перенапряжение нервной системы. То есть фактически вот та же самая, как бы вам сказать, как перетренировка. То есть, допустим, если сделать параллель между физической активностью, то же самое. Если это легкая активность, она как бы такое приятное ощущение усталости, да, и даже какой-то бодрости иногда может дать. А если вы перетренировались, то тяжело, организм весь вымотан такой, ослабленный. Даже застыть не может уже, да. Да, то же самое здесь. То есть психологические нагрузки, психоэмоциональный эффект точно такой же. Если они умеренные, значит, вы, может быть, лучше еще уснете, как бы вымотаны. А если совсем уже, вот совсем, то не получится. Вот сон вдвоем, супружеская ложа, которая, как вы понимаете, тоже имеет свои особенности, выполнение супружеских обязанностей и так далее. Они же входят как-то в жизнь. Сколько на сегодняшний день наука советует ими выполнять их? Насколько я помню, раньше было два раза в неделю минимум. В детстве. Если люди выполняют их в отведенное ночное время, некоторые, может быть, всю ночь, некоторые чуть меньше, как добирать-то этот сон? Либо раньше идти в спальню. Начинать выполнять обязанности. Ужин отменяем. Да, тем более, что ужин перед, в общем-то, выполнением супружеских обязанностей должен быть очень легкий. Поэтому оптимально раньше идти в спальню, на самом деле. Но если уж, как говорится... Разошлись. Разошлись. Разошлись и действительно совсем не доспали, то либо выбирать днем, если есть такая возможность, либо в следующий вечер идти раньше спать. И только спать. Да. Досыпать. Либо начинать, опять же, еще раньше. То есть фактически вы все равно должны будете доспать. То есть в любом случае, когда мы теряем время сна, мы должны его максимально где-то отобрать у нашего времени. Все равно будем исполнять. Если неосознанно, то есть когда вы сами прибавляете, не знаю, там, час к следующей ночи, да, то неосознанно, когда вы на работе за компьютером засыпаете, когда вы, может быть, в общественном транспорте дремлете, то есть все равно будете досыпать. Ален, скажите, вот понятно, что бессонница – это некомфортно, да? Просыпаешься, не выспался, чувствуешь себя отразительно весь день. Но чем еще может грозить бессонница? Само по себе бессонница грозит, во-первых, тем же эмоциональной, так скажем, нестабильностью, да, то есть человек более нервный, возбудимый. Часто бессонница идет вместе с депрессией, но тут всегда вопрос, что первично и что вызвало второе, да? Если многолетняя бессонница есть корреляция с заболеваниями сердца, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, но тут, опять же, тоже мы можем смотреть причину. То есть, например, человек может плохо спать. У него с годами развивается повышение давления, ишемическая болезнь сердца, может быть, большой комплект. Но спит он может быть от того, что он очень не дышит, да, у него остановки дыхания, и они сами по себе увеличивают риски вот этих заболеваний. То есть проблем от того, что человек плохо спит, может быть, на самом деле, очень много. И ожирение, и увеличение риска новообразований, то есть рака, да, различного, и сахарный диабет. Нужно разбираться в причинах. А вот опять про себя спрошу. Я в юности работала очень много ночью, ну, достаточно длительное время. Вот насколько... И сейчас же много людей, которые работают с сумками, да, там, сменами. Сменные работники. Вот насколько это небезопасно для нашего здоровья? Это действительно небезопасно, и, опять же, у таких людей довольно быстро развиваются проблемы с артериальным давлением, то есть это артериальная гипертония, нарушение, скажем, обмена веществ, увеличение веса, да, то есть может быть за счет того, что сменные работники по ночам кушают, но и не только все-таки за счет этого, потому что наши биологические ритмы устроены так, что ночью мы должны спать, и желудочно-кишечный тракт должен отдыхать. Ферменты уже как бы не так работают. То есть это небезопасно. Это нужно учитывать. Небезопасно и есть много, да? За 4 часа надо есть в последний раз. И что можно есть? Какая еда вообще противопоказана перед сном? Перед сном нельзя кушать жирную пищу. Очень не рекомендуется. Все легенькое. И за 4 часа. То есть кушать, если это вот прием пищи, так скажем, вот поел, то за 4 часа, да. Если это совсем что-то легкое, не знаю, стакан кефира, то это может быть и позже. То есть это как перекус, но тем не менее очень легкий. Ну, не салат оливье, короче говоря. Не салат оливье, не мясо, не жирная еда, не что-то острое, копченое. Это нет. Это все перегружает желудочно-кишечный тракт. То есть перед сном мы все должны быть немного вегетарианцами? Немного вегетарианцами, немного голодными, но не очень, потому что если человек голодный, он тоже не уснет. То есть нет чувства вот совсем голода, но и не совсем сытые. Алена, вот вы как специалист, чем рекомендуете, какой вид нагрузки физической выбрать перед сном? Потому что есть динамическая, есть йога, допустим, или в зал, наоборот, сходить. Гантельки, пугать. Погонять, да. Вот что лучше перед сном? Если мы говорим про гантельки, то это лучше где-то вот самые последние, не позже, чем за часов 5 до сна. Но в целом оптимально для улучшения качества сна это аэробные физические нагрузки. То есть когда мы в движении можем бежать, плавать, на кольках кататься, гулять, да, то есть в теннис играть. Вот это оптимально. Йога, она может быть использована прям непосредственно перед сном, потому что там каких-то уж совсем активных движений нет. Больше такого расслабления, релакса, опять же, дыхательных упражнений, которые будут помогать засыпать. Аэробные физические нагрузки, которые будут максимально улучшать качество сна, они должны быть где-то тоже часа за 4 до сна, но не позже. Потому что первый эффект у них все-таки активирующий, если это будет более поздняя тренировка, то человек, наоборот, рискует не заснуть вовремя. Повышенная активность, да? Да, будет сначала повышенная активность, а потом уже нервная система идет на спад и как бы засыпает человек хорошо. Физические тренировки рекомендованы минимум 3 раза в неделю по 40-60 минут. Оптимально, если это 5-6 тренировок в неделю, это вообще просто замечательно. Прекрасно. И плавание. Есть к чему стремиться. И плавание, да, это один из них. И на восьмой этаж пешочком хотя бы раз в день. Можно. Спасибо большое. Спасибо. Коль, ну, как ты уже понял, тема эта просто не исчерпает. Согласен с тобой. И я приглашу сейчас следующего гостя, который, я надеюсь, ответит уже на все остальные твои вопросы. А приглашаю в студию Владимира Хорошева, врача-ортопеда. Здравствуйте, Владимир. Проходите, пожалуйста. Ну, и слово ортопед, в общем-то, такое известное. Хирург, ортопед. Да, о, хирург. Сразу что, будем резать, да? Нет, ну что вы. Режут и в совсем других учреждениях, понимаете. Понятно. Здесь все как положено. Ну, вот мы сегодня говорим о сне, об этом, опять же, вот мне сегодня нравится слово «таинство», «таинство сна». Скажите, пожалуйста, вот с точки зрения правильной позиции, потому что говорят, что мы все спим как-то не очень хорошо. Ну, с точки зрения пришел. Я помню, просто вспоминаю, когда я служил в армии, у нас был майор, который вот пришел, когда мы на учениях были. А я полковник в прошлом, видите. Вот видите, я рядовой, то есть полковник, да. И вот он просто вот так вот отбился, вот как он лег, так он и проспал всю ночь, не переворачиваясь ни секундочки. Вот. Зависит ли качество сна от того, как мы спим с точки зрения занятия позицией, положения? Конечно. Безусловно, зависит. И то, что если человек спит на спине, всегда говорится, остерегологически говорит, что этого делать нельзя или это недопустимо. Но в самом деле, в данном случае, это недопустимо. И объясню, почему. Дело вот в чем. Вы представьте себе, человек лег на спину, да, в положении на спине. Работающее сердце, средостение. То есть сердце выполняет переднюю, так называемую, анатомическую зону, именуемую передним средостением. Сердце – это, как правило, орган весом от 700 граммов до килограмма. И вот эта работающая, достаточно массивная, весомая структура, анатомическая структура, да, она работает. То есть вы представьте себе, а за ним располагается бифуркация трахеи. Что такое бифуркация, то есть разделение трахеи на два главных бронха. И сердце, работающее, наполненное жидкостью, работающее, подчеркиваю, укладывается в положение на спине прямиком на бифуркацию трахеи. Человек заснул в этом положении. И что получается? Передавливаем мы вот этим килограммовым весом, килограммовым органом трахея. То есть, а там ведь не только трахея, бифуркация трахея, там еще и легочные артерии, легочные вены. То есть ухудшается и артериальный приток, но артериальный приток ухудшит, я имею в виду, именно артериальной крови. Ведь вы знаете, что в легких, в малом круге кровообращения, то, что именуется веной, несет артериальную кровь. А то, что именуется артерией, наоборот, несет венозную кровь. Но в данном случае пережимает легочную вену, которая ничит артериальную кровь. И что получается? Давление там высокое. И поэтому передавить приток артериальной крови по легочным венам сложно. А вот венозный отток ухудшается. Запросто там низкое давление венозное давление. Ну, как будто что-то на тебе лежит. Абсолютно точно. То есть человек, это, кстати, и проблема возникновения храпа тоже. А храп сам по себе опасен. И тоже мешает, кстати, сну, коль скоро речь идет о сне. Конечно, тем более, если ты еще не один спишь. У меня такой вопрос. Просто у нас не так много времени, а хочется охватить много тем. Если на спине нежелательно, скажем так, корректно. На каком тогда? Да. Потом что-то мне подсказывает, или что-то я помню из прошлого, что раз сердце, ну, в основном у нас с левой стороны, да, нельзя спать на левой стороне, потому что там сердце. А вот и нет. Можно, да? А вот и нет. То есть на бочках можно спать? Да, на боках спать можно. А на животе нет. А на животе, но, знаете, скажу так, на животе предпочтительнее спать, чем на спине. Но не все смогут просто. Ну, запросто, да. Кстати, вы знаете, вот в этом плане я раньше тоже так полагал. Пока не занимался я ведь долгие годы, многие годы занимался сердечно-сосудистой хирургией. То есть я сердечно-сосудистый хирург по своему основной. В Афганистане я был ведущим хирургом, как общий хирург. Я два года воевал в Афганистане, был ведущим хирургом оперативной зоны Востока. А потом, по прошествии, по возвращению на свою родину, получил образование дополнительное еще в военно-медицинской академии имени Кирова. И стал сердечно-сосудистым хирургом в госпитале Бурденго. Главный госпиталь, да? В последующем возглавлял отделение, клиники сердечно-сосудистой хирургии. Так вот, в положении на животе предпочтительнее, чем на спине. На спине спать, по сути дела, недопустимо. А на бочках? А на боках можно. И, кстати, сердце располагается, принято считать, что, дескать, больше слева, больше справа. В самом деле, сердце чуть-чуть в норме, в смысле, что такое норма? В большинстве случаев, в 97-98% случаев, оно смещено чуть-чуть, буквально на сантиметр влево, в самом деле, от грудины. Грудина – это основная защита переднего седостения, то бишь сердца в данном случае. Понятно. Так что оно, в принципе, что так, что так? Да, в принципе, предпочтительнее на левом боку, нежели на правом. Понятно. А как правильно выбрать матрас? Зависит сон от матраса? Жесткий, нежесткий? Некоторые на полу спят. Да. Не советовал бы я спать на полу. Ну, в смысле, не на самом полу, а на некой жесткой поверхности. Вы знаете, скажу вам так. Я бы, будучи врачом с более чем 40-летним опытом, ни на спине спать не стану, ни на твердой поверхности спать не стану. И объясню почему. Потому что, когда вы спите на жесткой поверхности, вы пережимаете огромное количество капилляров 4-го, 5-го, 6-го порядков, то, что располагается в коже. Зачем? Спрашивается. Зачем вы подвергаете гипоксии, искусственной гипоксии? Ну, на мягкой перине тоже, наверное? Нет, на перине тоже. А я разве… Почему обязательно? Раз не на жестком, то следовательно на мягкой перине. А потому что сразу выбираем лучшую версию. Значит, что-то среднее. Конечно, безусловно. Так вот, для этого существует… Вот тут я вспомню, что вы, как вы сказали при нашей встрече первой, это только сейчас, ортопед. Да. Есть такое понятие, и не понятие, а есть такое замечательнейшее изделие, именуемое ортопедическим матрасом. Такое страшное сразу название, ощущение какая-то такая… Вы знаете, это все исходит из того, что, ну, скажем так, я не обижу вас, если скажу, от нашего незнания. Да, безусловно. И стоит-то он, наверное, сумасшедших-то денег. Почему это? Совсем не сумасшедших. Нет, он не стоит сумасшедших денег. И дело в том, что человек, если не спит на ортопедическом матрасе, то он затратит гораздо большие деньги и гораздо больше усилий предпримет, чтобы искать хорошего врача, ну, в смысле, грамотного, сильного врача, который вылечил его позвоночник. Ну, а учитывая то, что вылечить в полной мере нельзя позвоночник, да, остеохондроз и так далее. То, что называемый остеохондроз, это спондилеостеоартроз правильно звучит по международной классификации диагноза. Так вот, если человек спит не на ортопедическом матрасе, он поступает, мягко говоря, неверно, неправильно. А вот что такое ортопедический матрас? Вы представьте себе, сегментированные, то есть вот сегментированные поверхности, вот выделенные, они разные бывают типов, но смысл ортопедического матраса – это не создавать одновременно одинаковое давление на покровы, на подкожные клетчатки. То есть сбалансированное. Совершенно верно, да. Совершенно верно. И вот это вот сбалансированное. И человек, когда смещается так или иначе своим телом, во время сна он все равно движется. Даже если вы говорите, что человек крайне усталый, он все равно перемещается так или иначе. И таким образом совершается, ну, некий массаж. Массаж во время сна, вот поверхности кожи, подкожной клетчатки, мышцы и так далее и тому подобное. И это великое дело, величайшее. А что касается подушки, есть ортопедические подушки? Конечно, есть. И вот, кстати… И какую лучше выбрать? Да, добавляют подушки сразу. Опять, большие вот такие бабушкинские или мухи? Нет. Вот сейчас я сейчас, чтобы вот этот вопрос, он такой, на мой взгляд, глобальный, потому что, например, у меня вечная проблема с подушкой, это прямо у меня попадание, потому что сегодня приобрести подушку, ну, там есть пуховые, ну, традиционные некие, и даже дома такие вот прямо, да. Есть какая-то такая, что вообще не поймешь еще, как губка, вот. Есть большие, есть малые. И четкое ощущение, что я, например, так свою подушку и не нашел. Какая должна быть правильная подушка? Хороший вопрос. Замечательный вопрос, я бы сказал даже. Пятерка. Да, пять с плюсом, я бы сказал даже, да. Когда-то профессор на кафедре рентгенологии сказал, за 17 лет я впервые ставлю пять с плюсом. Я не поставил пять с плюсом. Представляете, такое было. Так вот, что касается ортопедической подушки. Это, я сразу обозначу позиции свои. Дело в том, что я сплю и на ортопедическом матрасе сплю, уже ни много, ни мало, как 14 лет использую только ортопедический. Даже более того, куда бы я ни ехал, если я даже еду в командировку, она у меня такая специальная есть, тоненький-тоненький специальный, командировочный, командировочный матрас, я его свертываю в рулончик, засовываю в чехол и с собой, он немного весит абсолютно. Потом раз? Да, и все. И где бы я ни был, он всегда со мной, понимаете? Но вы его поверх чего кладете? Поверх, если есть такой, ну, хороший матрас, не слишком мягкий, то поверх него. А если жесткий, то, если слишком мягкий, я снимаю этот матрас и кладу свой ортопедический матрас. Подушку, к сожалению, вести, это немножечко накладно. Только надувать? Нет, не надувать. Ну что вы, просто он достаточно такой объемный, будем говорить мы, подушка. Подушка ортопедическая, ведь в чем смысл ортопедической подушки? Создать валик между, то есть создать такую позицию для шеи, чтобы... Вот с чего я начну свою. Я думаю, что это будет правильно. Наш головной мозг снабжается кровью, артериальной кровью, четырьмя артериями. Внутренние сонные артерии, веточка ведь здесь общая сонная артерия идет, которая отходит, от нее отходит ветвь, большая магистральная ветвь, внутренняя сонная артерия, которая уходит в головной мозг, она никаких ветвей больше не дает, пока входит в головной мозг, и наружная сонная. Наружная сонная – это и челюстные артерии, и глоточные артерии, там все массу дает ветвей. Так вот эти артерии, которые внутренние сонные, ушли в головной мозг. Это две артерии. Они несут к головному мозгу порядка 60% крови артериальной. А есть еще мощные позвоночные артерии. Их тоже две, они парные. Наш шейный отдел состоит из семи шейных позвонков. Так ведь? Так. В шести из них, в шести из этих семи идут позвоночные артерии. И вот эти позвоночные артерии, как струночки натянутые, уходят в головной мозг, то есть через форамин магнум, когда уходят. И там уже внутри головного мозга, в области продолговатого мозга, у основания, то есть там, где переходит продолговатый мозг в кору головного мозга, так называемый базальный уже мозг. И здесь формируется колоссальная сеть. То есть формируется такое кольцо, называется кольцо, артериальное кольцо. Я прям чувствую вот это сейчас все в своей голове, вы описываете. Это очень важно для понимания роли ортопедической подушки. Без этого не обойтись. Но подушка – это же валик, получается? Да. То есть не надо вот такое вот что-то? Валик – это составная часть ортопедической подушки. Когда вы укладываетесь вот на этот валик, то, я не договорил, кстати, что в шести позвонках идут позвоночные артерии. У любого человека, прожившего, скажем, больше 30 лет, межпозвонковые диски, межпозвонковые диски, они уменьшаются в высоте. Это и в поясничном отделе, и в грудном отделе, и, разумеется, в шейном отделе тоже. А раз они уменьшаются по своей высоте, то вот эти позвоночные артерии, которые несут к головному мозгу артериальную кровь 40%, от 40% до 45%, очень много, кстати. Каждая из них несет, каждая из позвоночных двух артерий несет по 20-22% артериальной крови. Что получается, если высота шейного отдела уменьшается? Догадайтесь, в трех раз, как говорится. Возникает патологическая извитость. Высота-то ведь изменяется. Ну да. Им некуда деваться, они становятся патологически извитыми. И то есть получается что? Далее. Чем больше вот эта вот снижается высота шейного отдела, нашей шеи, шейного отдела позвоночника, тем больше, это извитость, совершенно верно, абсолютно точно, тем больше, тем меньше крови поступает к головному мозгу. Значит, какой должен быть валик в итоге? Значит, просто должен быть валик. А какой диаметр? А вот здесь нужно обязательно измерять высоту от подбородка до ключицы. То есть вы, по сути дела, высоту шеи, понимаете? Если вы положите слишком высокий валик с слишком большим валиком, то, естественно, вы создадите себе неудобство. Так, может быть, подушка не нужна, а валик, если я даже видел, какие-то такие продают. Нет, нет, тысячу раз нет, тысячу раз нет. Если вы используете, да, кстати, большинство людей, большинство подчеркиваю, приобретая ортопедическую подушку, попросту не знают, ведь никто же им толком не поясняет, как использовать правильно эту ортопедическую подушку. А вы обратите внимание, интересно, да, как у нас располагается нижняя челюсть. То есть она же ведь не под прямым углом, так ведь? Она же ведь имеет 37-38 градусов. Совершенно верно. И человек приходит домой, торжественно открывает коробку с ортопедической подушкой, просто благостно ее укладывает в изголовье, прямо придвинув к изголовье своей постели, и укладывается спать. И что получается? Вот этот валик подушки, он лежит прямо, пересекая, вот так вот лежит, понимаете? Человек ночь промучился, вроде как так, вторую ночь потом думает. Зачем ее купить? Да, да. А в самом деле он ее купил для сохранения, для продления жизни. Кстати, вот недавно в июле умер японский профессор, врач, знаменитый врач, 105 лет прожил. Из них последних 40 лет он спал на ортопедической подушке и на ортопедическом трассе. Но как-то по-другому на ней надо спать? Ну, дело в том, что, да, совершенно верно. То есть туда забрасывают? Нет, ну да, забрасывают. Это вы опять на то, что про положение на спине. Нет, все возвращаетесь к одному и тому, что не сказать на спине. Нет, надо подушку класть таким образом, чтобы она была под углом 37-38-40 градусов. То есть вы делаете так, чтобы подушка легла вот таким образом, понимаете? Не вот так вот лежала, чтобы голова легла. Вот представьте себе, ну, скажем, можно я возьму вашу? Да, да, пожалуйста. Я вам просто изображу, как валик этой подушки. Вот таким вот образом, да? Вот валик подушки. Это не валик сам по себе, а просто валик подушки этой. Голова лежит там в небольшом углублении. А здесь вот как большинство укладывает вот так вот. А в самом деле валик и подушка тоже, разумеется, должна лежать вот таким углом. То есть не ровно к изголовью, а под углом к нему 37-38 градусов. И тогда человек будет спать великолепно. И тогда позвоночные артерии будут нести должное количество крови к головному мозгу. И тогда человек будет просыпаться активным, бодрым, с ясным умом, с ясной головой. А бессонница может быть связана с неправильным сломой? Прямую, конечно. Безусловно. Потому что раз кровь должным образом некровоснабжает, следовательно, страдают структуры головного мозга, такие как шишковидное тело, да, или пениальная железа, или эпифис. Страдает лимбическая система, то, что принято. Мы называем врачи, называем анатомическую зону лимбической системой, а психологи говорят, подсознание страдает, да? Страдает гипоталямус, страдает гипофис. Недополучая. Ну, представьте себе, вот вы сейчас видите, у вас здесь софиты и так далее и тому подобное. И в какой-то момент софиты вдруг раз перестали выдавать света. Энергии не хватает. Точно так же и здесь. Раз недостаточное количество энергии, поступление питательных веществ артериальной крови, гипоталямус вам будет бунтовать, он скажет, я не хочу работать за такую плату. Ну, вот для того, чтобы завершить нам этот разговор, я считаю, что мы прошли такие вот главные темы. И все-таки, как вы считаете, почему человек, ну, такое существо, он многое знает, да? Что ему полезно, даже то, что не полезно. И то, что вредно даже. Да, и с удовольствием этим. И почему он это делает, продолжали, да? Как же так получилось, что такой простой механизм, как сон, ну, простой с точки зрения, что он есть в нашей жизни, да? И мы, в общем-то, так до конца, то есть организм сам правильно не настраивается, да? Почему организм не говорит, купи подушку другую, купи другой матрас? Почему в нас это не заложено? Ну, я не в полной мере могу согласиться с вашим утверждением, что в нас это не заложено. Это предположение. Да, не более, чем предположение. И тем не менее, организм подсказывает, в самом деле. Если бы организм не подсказывал, ну, кому бы в голову пришло, что нужно создавать ортопедическую подушку? И вообще зачем мы вам подушку? И вообще зачем это надо? Кстати, есть люди, которые без подушки спят. Есть, есть такие люди, ну, вы понимаете, в чем дело? Есть такие люди, которые, ну, летучие мыши вообще спят вниз головой. Ну, это да, да, это так далеко. Но все-таки симптомы, как нам организм должен подсказывать, чтобы вот мы в финале разговора поняли, где искать ошибки? Если человек вдруг ощутил, ну, не вдруг, вернее, а постепенно начал понимать, что он просыпается с головной болью, даже не с таким, с тяжелой головой, что рассеянность какая-то, нарушение концентрации внимания, утрачивается возможность сосредоточиться на чем-либо прямо с утра, то, знаете, как в хорошей анекдоте, когда просыпается, вот один из симптомов, когда он просыпается, мужчина, и вдруг так в столовое зеркало и пальцами щелкает, и вдруг из кухни не доносится Дима, иди, яичница готова, он точно Дима. Вот так примерно в таком же плане, понимаете? Ну, кстати, вот сейчас пока мысленько в догонку, а надо спать по отдельности или с супругой? Вы знаете, скажу... Только честно скажите. Честно, конечно, честно. Я 43 года женат, поэтому могу вам сказать абсолютно честно. Но есть же теория, что надо, чтобы у каждого была своя спальня. Нет, дело вот в чем. По поводу спать раздельно или вместе, скажу вам так, убежденно скажу причем, есть замечательное такое крылатое выражение. Если люди не спят в обнимку друг с другом, то зачем они спят вместе? Ну тогда должна быть такая подушка правильная. А не вредно, кстати, в обнимку спать? Нет, не вредно. Тогда специальная ортопедическая подушка должна быть. Если это... Спят люди... Знаете, говорят, если дорога не ведет к храму, зачем эта дорога? Понятно. Точно так же и здесь. Тогда две ортопедических подушки, ортопедический общий матрас. И два ортопедических матраса. Два или один? Если они одинарные. Понятно. Или полуторные. Но ведь есть же и двойные. Но, как правило, двойной ортопедический матрас это все равно один, соединенный тоненькой пленочкой. Ну и надо внимательно следить за теми симптомами, когда просыпаешься с больной головой, когда болит спина, с ногами что-то не то, да, руки затекают. Я бы сказал так, не надо этого ждать. А надо сразу... Надо упреждать это все, понимаете? Хорошо. Спасибо вам большое за эти добрые, полезные советы. Какая интересная и полезная получилась программа. Я, например, узнал, что спать 4-5 часов, как я сплю, это, в общем-то, вредно. А я убедилась, что 8 счастливых моих часов это очень мудрое решение. То есть все должно быть сбалансировано, в том числе и сон. С вами были Юлия Кривопустова и Николай Пивненко. Всего доброго. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!